Больше не могу Люка, дай сигарету Возьми мою Спасибо, счастливо Хорошо Помогите Помогите Труп в реке Там труп Не ложись, Сара Здесь не очень чисто Идем работать Неужели ты ни разу сюда не заходила? Я видела только приемную и твой кабинет Мне покажут оружейную и кабинет для допросов У тебя всего лишь недельная практика Обещаю, я буду слушаться Отдел по борьбе с наркотиками Начнем сначала У меня нет права сидеть за чьим-то столом Есть решение Отдельная бригада Отдельная бригада? Мою дочь? Нет Это крутые ребята Иди в мой кабинет, а я подумаю, куда тебя распределить Отдельная бригада? Жан-Поль Чего она ждет от этой практики? Знакомство с работой полиции Ей мало твоей работы и сериалов? Так она захотела Сначала я ее поддержал А теперь нет? Теперь это стало реальностью Дома я рассказываю далеко не все Здесь она увидит все сама В отдельной бригаде ей ничего не грозит Дети сильнее, чем мы думаем Извините Один ноль Ваша взяла Капитан Бриар Капитан, это Стефани У нас труп Убийство? Не знаю Дежакс еще не приехал Тело плыло по реке Студенты пытались реанимировать Ее имя Анаиз Медерос 24 года Студентка-медик Умерла ночью в 5.24 В 5.24? Откуда такая точность? Она позвонила в службу 17 Записаны ее последние слова Хорошо Шериф Шестая серия Озвучка проект WebMoney Диагноз убийства Она пробыла? В воде меньше часа Ее ударили по голове? Трудно понять Трудно понять, было это до попадания в воду или после Могло быть что угодно Мимо проплывал корабль, ее ударило винтом Почему она плыла по реке? Под плащ набрался воздух, и он ее держал на воде Где ее телефон? Утонул В службе 17 определили, что звонок был отсюда Потоком ее могло унести до Грини Стефани Стефани, мне нужны фотографии с вечеринки Относительно записи Мы с шерифом Что он делает? Шериф Капитан Вас совсем не интересует труп? Меня интересует убийца Это несчастный случай или самоубийство? Мы послушаем запись Это убийство Идемте Вода смыла кровь с головы Следы крови на шее Там кровь успела свернуться Первое, ее ударили Второе, она упала в воду Она оказалась в воде не по своей воле Верно? Она была в воде недолго Место преступления где-то здесь Наши действия Первый, кто найдет, освобождается от писанины Что, мы решили искать в доступных местах? Папа, работа Занимайтесь уже своим участком Капитан Это вы? Бадемон А работа? Я здесь три часа, мне положен перерыв Стоп, ни шагу Теперь пари недействительная Что за пари? Неважно Скажи Стефани, что я нашел это место Послушаем вызов в полицию Дежурный слушает Меня зовут Анаис Алло, мадмуазель Она не испугана Голос довольно решительный Не ожидала, что на нее нападут Между ее звонком и убийством есть связь Она не пошла на баржу А позвонила Ей помешали Что она увидела? Может, это не ее кровь? Может быть Кто эти чудики? Юго Кларен и Манон Лиссюэр Анаис была с ними Вам доктор Мне миссис Даутфайер Мы праздновали окончание интернатуры Вы закончили учебу? Целый год зубрежки по 12 часов в день Худшее время в жизни Анаис Анаис Было трудно учиться? Ей было трудно учиться одной Вы были подругами? Не совсем Мы занимались в библиотеке Там и встречались Сблизились? И да, и нет Отношения были прохладными Она тащила нас за собой Была очень способной Думала только об учебе Всех опережала Юго как-то повлиял на ваши отношения? Она красивая Нет, я не ревнивая Анаис была не в его вкусе Какой у него вкус? Ему нравятся свободные девушки Не такие примерные Она из богатой семьи У ее отца большая строительная компания Возле Лилля Она то и дело звонила мамочке Отчитывалась Такое время помощь родителей необходима Поэтому я к ним вернулся Не нужно готовить, убирать Только учеба А Анаис и Манон? Манон практически не уходила Анаис приходила учиться На вечеринке она была странной Была напряжена Говорила только об экзамене Мне хотелось Только отключиться Целый год ушел на учебу Можно задать вам вопрос? Пожалуйста Она покончила с собой? Почему же? Не знаю Ее что-то угнетало Боялась экзамена Она хотела стать рентгенологом Как отчим Юга Это под силу только лучшим Поэтому в оценках была цель ее жизни Но не вашей И моей тоже Это чересчур Она пила снотворное И еще что-то для памяти Я хочу добиться успеха Не меньше, чем она Я положила на это год жизни Но не здоровье Вскрытие покажет, что она принимала Если бы не звонок Я могла бы предположить самоубийство Два ноль Капитан Бриар Что? Ясно Квартиру Анаис заграбили Не похоже, чтобы здесь жила дочь богатых родителей У них тоже кризис Капитан Соседи услышали шум Когда вышли, было уже поздно Будь это у них, они бы не мешкали Вынесли все Осталось только это Вора кто-то видел Только машину Голубая Хонда Стефани собирает показания Учебники Понятно, почему он их бросил Слишком тяжелые Убита ночью Ограблена на утро Тот, кто здесь побывал Знал, что ее нет Зачем брать все? Я не Шерлок Холмс Хотя Судя по сходству Это ее мать Эти здания Мансюи В десяти километрах от Леона В таких районах богачи не живут Ее отец? Да Судя по одежде Не миллионер Она говорила неправду Именно Ты смеешься? О чем это ты? Отдельная бригада? Спасибо Ты сама хотела Я думала, что это оперативники Отчасти Я выносила мусор И подносила папки Это и есть моя практика Тише Не спеши Ты только в восьмом классе Многое ты просто не можешь делать Хочешь в отдел кадров? И все? Сара Ладно В отдел кадров Дусская тебя отведет Мадам Мидорос? Бонжур Здравствуйте Капитан Шериф Это я вас вызвал Идемте Поговорим спокойно Когда окончились экзамены Она есть Стала другой Я думала, что это была реакция Потому что У нее был трудный год Вы были близки? Она моя единственная дочь Как видно, она изменилась Режа звонила Что-то скрывала? Да В ее возрасте Это бывает Она стала чаще Ссориться с отцом Из-за всякой ерунды А где вы с мужем работаете? Я домработница Муж? Шофер? Вы живете в Монсюи? Да Анаис Говорила, что вы живете в Лилле Что ваш муж хозяин крупной фирмы Я не понимаю Почему? Не знаю Может быть она нас стыдилась? У нее были враги? Вы их знаете? Нет А владельца голубой Хонды знаете? Да Это мой муж А что? Спасибо Ждем вас Едут Отец был дома Хотя должен был работать в Гренобле Машины и след простыл Я объявил розыск Врет жене Грабит квартиру дочки В чем дело? С вами что-то не то Вы меня не отчитали Продолжайте Проводите допросы дома Что прикажете с вами делать? Запретить смотреть телевизор? Выпарать? Лично я не против порки Ваш диагноз, доктор Снотворный и антидепрессанты есть Алкоголь тоже Правда не столько, чтобы потерять самоконтроль А кровь на земле? Кровь ее Убийство? Да, мадемуазель Ее убили и бросили в реку Нет, у нее была вода в легких Она утонула Ее бросили в воду живой Так как насчет порки? Что я здесь делаю? Мою дочь убили А вы меня арестовали? Как вы узнали о ее смерти? Утром позвонила жена На работу в Гренобль? Утром вы поехали к Анаисе Забрали все ее вещи Дочь умерла Я вправе забрать ее вещи, верно? Разумеется Но зачем взламывать квартиру? Вы очень спешили Где ваша машина? Вы не работали неделю Где вы были? Месье Медерос Вы должны нам помочь Она вас ненавидела? Что? Она становилась независимой У вас были плохие отношения Что вы знаете? Все отцы одинаковые Что вас в ней раздражало? Ее провокации? Молчание? Ее успех? По словам жены У вас были ссоры с Анаис Ссоры? Вы были готовы ее ударить? Растили, воспитывали И такой финал Я любил дочку Я желал ей успеха Но не любой ценой Как это понять? Что вы знаете о ней? Почему пошли к ней домой? Вы редко выходите из себя Я не давала за рог Это счет Медероса? Да Паркинг у больницы Где работала Анаис И ресторан рядом с ее домом И так всю неделю Он за ней следил Или был с ней Брал одно блюдо на двоих? Ясно Он агрессивный Импульсивный Злобный Нужно узнать Что он забрал из ее квартиры Скорее всего Вещи так и лежат В багажнике Против него ничего нет Будет молчать Возможно, есть один способ Да, говорит шериф Да, господин директор Нет, ее номер 27 Будете говорить? Генеральный директор полиции Ваш отец Ее нет Что-нибудь передать? Ничего Какое сегодня число? 29 Что вы придумали, чтобы найти машину? Идемте Он уходил? Бадемон Да Какой канал? Я что-то не понимаю Пошли Капитан Мы на другом конце города Машина где-то здесь Скубиду вызывает Сами Цель видна Видим цель, Скубиду Ваш ход Казахстан Где-то здесь Дерьмо Главное Бо persist Бо полиция права этих паспорт спасибо в порядке запасное колесо ездил конечно где она в багажнике покажите пожалуйста вот довольно все в порядке отлично отстаньте уже от меня не трогайте вы не имеете права мы имеем право досмотреть сумку на дороге я счастлив что встретил тебя спасибо когда встретимся незабываемая ночь довольны она из была проститутка и торговала собой мы не раз видели ее в слезах жена говорила что это из-за стресса это вам спасибо я ее знаю дело было в другом она не хотела рассказывать это было на прошлой неделе нет раньше так продолжалось очень долго я решил что дело в деньгах студентам платят гроши у нее не было стипендии она единственный ребенок наш доход выше минимума глупость какая-то дело было в деньгах нет я позвонил в банк там было все в норме за четыре месяца поступления не было но раньше были регулярные вклады около двух тысяч евро в месяц наличными это показалось подозрительным да я попытался с ней поговорить она огрызнулась это и была наша ссора я хотел понять позвоню в магазин в котором она подрабатывала она ушла оттуда три года назад тогда вы начали за ней следить я увидел ее в ресторане с мужчиной в моих лет он ее обнимал трогал она не протестовала может это был ее приятель с обручальным кольцом потом меня что-то подтолкнуло когда я узнал что она умерла я к ней поехал все было правдой не говорите об этом жене и вообще никому не говорите вот почему я забрал ее вещи поклянитесь что не скажете не стану скрывать это будет непросто может быть ее убил клиент клиент вы думаете что мы ничего не знаем это только версия если бы она не спала с этим типом ради денег она была бы жива если бы я мог оплатить ей учебу освободишь мне место что освободишь мне место спасибо 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 салgov все мы нам obstinate которых надеюсь ученицы достойно на практику и ты это знал, я тебя не обманывал, ты сама возомнила, бог есть что, труп и слежка, ты этим занимаешься, хотя и не рассказываешь, Сара это другое, это моя работа, вот именно, я хотела понять, что у тебя за работа. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я просмотрела записки от ее клиентов. Они думали, что ее зовут Лиза, я нашла ее сайт, анонимный, на снимках не видно лица, она купила другую телефонную карточку, открыла новую электронную почту, ей писали? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Аделина, если вам нужно, с кем-нибудь поделиться, я вас выслушаю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И не всегда с сексом, что за клиенты? Богатые, образованные, она выбирала. Вот этот нас заинтересует. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Она прекратила встречи ради учебы. Он возражал. Они были знакомы. То есть... Он знал ее имя, Анаис. Знал, что она в интернатуре. Угрожал рассказать правду, если она порвет отношения. У нас есть его настоящее имя? Нет. Но в одном сообщении он оставил номер телефона. Судя по этому номеру, он сотрудник больницы Эдуарда Рио. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я нашла счета. Это телефон профессора Берье. Он работает в клинике, в рентгенологии. Наверное, еще не пришел. Мы подождем. Спасибо. Мы с Сарой не поняли друг друга. Она разочарована. Я тоже. Чего она ждала? Ночных дежурств? Как минимум. Трудный возраст. И мне тоже нелегко. Вы хотели бы, чтобы дочь увидела вас в работе? Как сказать? Вот именно. Видите, когда у меня проблемы, я с вами делюсь. Очень тонкий намек. Это он. Сволочь. Нет. Черт возьми. Ты убил мою дочь. Прекратите. Бросьте это. Он что, псих? Что? Что с вами? Можете встать? Вы умолчали о Берье. Я не собирался годами ждать суда. Он убил Анаис. Это не доказано. Как вы узнали о нем? Она была с ним в тот вечер. Вы назвали его клиентом. Вы понимаете, чем рискуете? О жене вы подумали? Что с ней будет, если вас посадят на 20 лет? У вас была связь? Вы давали ей деньги? Я не на исповеди. Мы были любовниками. Я давал ей деньги взаймы. Я читал вашу переписку. Если вы все знали, зачем допрашиваете? Я считаю вас убийцей. Мы любили друг друга. Я ее не убивал. И даже не угрожали. Я был в отчаянии. Боялся ее потерять. Вы угрожали раскрыть правду о ней. Она вам тоже угрожала. В ту ночь я был с женой. Оставьте меня в покое. Думаете, я на этом остановлюсь? Вы обещали уйти от жены. Она не верила. Просто брала у вас деньги. Не пачкайте нашу любовь. Если будете молчать, то попадете на первые полосы газет. Я могу вам это гарантировать. Увидите. Все равно она мертва. Зачем теперь жить, работать, копить деньги? Я думаю, об Анаисе и ее родителях. Клянусь, я ни при чем. Начнем сначала, месье Берия. Как вы познакомились? Я узнал о Лизе на форуме. Она работала мало. Потом я понял, что она студентка. Вы были ее клиентом? Она не хотела денег. У нее были чувства. Я был против ее встреч с другими. Поэтому она все прекратила? Нет, причиной был Юго. Юго Кларен? Сын моей жены. Я рассказывала Анаисе о группе Юго и Манон. Она стала учиться с ними. Каждый день приходила к нам домой. Она увидела мою жену. Все стало реальным. Она не могла лицемерить. Она не вынесла. А ваша встреча позавчера? Экзамены закончились. Я думал, мы будем встречаться. Но она быстро ушла. Я так ничего и не понял. Она больше вам не звонила? Я чувствовал, что она хочет что-то сказать. Я этого уже не узнаю. Заходи, Макс. Проверим алиби. Досада и опасения за репутацию. Двойной мотив. Допросим жену и сына. Если они знали, у них тоже был мотив для убийства. С кого начнем? С сына. Юго. Сара, что ты здесь делаешь? Это он убил девушку? Его осудят? Нет. Он говорил правду. Тебе здесь делать нечего. Ты хотел его унизить? Или спровоцировать? Это тоже моя работа. Мучить невиновного? Он был подозреваемым. В убийстве. Ты можешь делать, что хочешь? Нет, конечно. Но убийцу не поймаешь, если не играть на равных. Я многое дал бы, чтобы все было проще. Я тебя таким не видела. И не должна была. Тебе только 14. 15. Большая разница. Ну что? Дусе должен прекратить ее практику. Нельзя оставлять ее здесь без наблюдения. Это не полиция, а проходной двор. Ладно, уходи. Что-то не ладится у доктора с миссис Даут Фаер. Здравствуйте, Юго. Поговорим? Я занят, у меня обход. Мы на пять минут. В каких отношениях ваш отчим был с Анаис? Они виделись, когда она приходила учиться. Профессор Берье и она? Анаис знала вашу мать? Да. А какая связь с убийством? Какие у них были отношения? Что за вопросы? Анаис была отличницей. Для моих родителей это было главное. Анаис много чего выдумывала. Да? О чем? О своей семье? У ее отца не было никакой фирмы. Вы узнали? Откуда? Один ее друг рассказал. Ушер. Мелкий хулиган. Квартальная шпана. Он за ней приударял. Ее видели на нашей вечеринке. Почему вы не сказали об этом раньше? Я думал, что это был несчастный случай, а не убийство. Как его имя? Жереми. Жереми Кале. Живет в Монте-Сюи. Можете идти. Хорошо, что вы промолчали о Берье и Анаис. Зачем его защищать? Мы защищаем не Берье, а память об Анаис. Ее отец спросил. Не люблю, когда отец навязывает дочери выбор. Вы обо мне и саре? Нет. Я думал о своем отце. Не хотел о вас обидеть. Он звонил? После смерти брата мы не говорили. Сегодня годовщина. Из-за него брат покончил с собой. Есть адрес. Жереми Кале. Одноклассник Анаис. Учился плохо. Задержание за употребление наркотиков. Я проверил алиби супруга в Берье. Они были на лекции. Есть сотня свидетелей. Быстрее, пожалуйста. Капитан Шериф. Что случилось? Передозировка. Выживет? Не знаю. Морфи, лошадиная доза. Боюсь, мы опоздали. Забираем, ребята. Он был один? С ним был парень. Он нас и вызвал. Шериф? Да. Я нашла бумажник. Это был Жереми. Вы его знали? Он умрет? Не знаю. В каком состоянии он был? Лежал и не двигался. Он не сам это сделал. То есть как? Он накурился, но не кололся никогда. Я нашла телефон. Может быть, это телефон Анаис? Вы знаете эту девушку? Да, она подружка Жереми. Он говорил о ней? Да. Она хотела донести. У них был уговор. Какой уговор? Не знаю. Спасибо. До свидания. Что сказал врач? Жереми в коме. Неизвестно, придет ли он в себя. Если это телефон Анаис, дело почти завершено. Одно непонятно. Почему она хотела донести на него? Наркотики? Он сопровождал машиной фирмы «Эй-Минус», перевозившей деньги. Его зарплаты не хватило бы на такой лимузин. Это из больницы. Анаис могла красть лекарства, а он их сбывал. Не думаю. Проституцией она занималась вынужденно. Вряд ли она воровала. А что насчет фирмы «Эй-Минус»? Стоп. Они сотрудничают с высшим советом по образованию. Ну и что? О чем это говорит? Капитан Шериф. Уголовная полиция. Мне нужен директор. Капитан Шериф, я смотрю ваш сайт. В чем состоит ваше сотрудничество? Советом по образованию. По медицине тоже? Спасибо. До свидания. Они перевозят материалы к экзаменам? Жереми отвечал за хранение конвертов. Перед экзаменом их пересчитали. Один конверт был скрыт. Очевидно, Жереми его скопировал. И продал Анаис. Она могла не бояться. Они договорились. Жереми испугался и убил Анаис. Может, он не выдержал? А если он покончил с собой? Не знаю. Что-то здесь не так. Обвинив его, она обвиняла себя. После всех усилий. Вот распечатка звонков в Жереми-Кале. Техпас под машину новый. Она не была продана. Ее подарили. Кто? Юго Кларен. Пасанок Берье. Друг, с которым она училась. Не Анаис, а Юго купил вопросы к экзамену. Анаис хотела заявить. Юго направил нас к Жереми. Это он сделал укол? Он доведет дело до конца. Ничего не трогать. Следуйте за нами. Мы все знаем об экзамене. Значит, это он ее убил? Вряд ли. Скорее всего, вы. Что? Мы видели его звонки. Вы говорили перед ее смертью. Клянусь, это не я. У меня не было телефона. Я был переодет в медсестру. У меня не было кармана. Я отдал телефон Манон. Это она говорила с Жереми. Юго, невропатолог. Вы очень кстати. Отдохните от работы. Вы поедете с нами. После вас, мадемуазель. Я боялся, что она заявит. Думал, если с ней поговорить, заплатить, она ничего не расскажет. Она отказалась. Не успела. Я хотел поговорить, но не нашел ее. А потом увидел в реке. Я ее не убивал. Я тоже пользовалась вопросами. У меня не было телефона Юго. Я была на вечеринке. Я вместе со всеми узнала, что Анаис нашли в реке. Анаис поняла, что вы мошенники. Был разговор за несколько дней до этого. Мы все отрицали. У нее не было улик. Юго все улаживает деньгами. А вы? Я нет. Родители дали мне другое воспитание. Какое же? Узнав, что это убийство, что вы подумали? Что это сделал Жереми? Или Юго? Почему не рассказали мне? Анаис умерла. Я боялась, что убьют и меня. Откуда вы знали, что Жереми приходил, если вы с ним не говорили? Он рассказал это на следующий день. Был сам не свой. Он видел ее на вечеринке. Пытался позвонить, но ему ответила Манон. Вы говорили об этом с Манон? Нет. Она меня избегает. Клянусь, это не я. Я назвал имя Жереми, потому что думал, что он убийца. Хотя из-за этого вы могли бы узнать насчет экзамена. Не хочу, чтобы ее смерть была на моей совести. Мы не продвинулись ни на шаг. Я получил распечатки. Жереми не мог убить Анаис. В те минуты он заправлял машину. Это либо Юго, либо Манон. Невозможно понять, кто из них убийца. Есть запись ее звонка. Мы ее слушали и не раз. Ни голосов, ни особых шумов. Как поступают сыщики в сериалах? Миссия невыполнима. Шестой сезон, десятая серия. Барни Кольер прослушал запись по секундам. И нашел. В лаборатории это сделали. Если бы там что-то было, только голос Анаис, удар и свист. Больше ничего. Больше ничего? Вы правы. Вот и ответ. Идемте. Посмотрим фотографии с вечеринки. Вот похожие. Мы проверили по снимкам. У вас было нечто подобное. Наденьте. Теперь послушаем. Дежурный слушает. Добрый вечер. Меня зовут Анаис. Алло, мадемуазель. Больше никаких шумов. Если бы Юго ударила Анаис, было бы слышно звяканье. Здесь ничего не слышно. Ничего. Значит, это был Жереми. К тому времени он уехал. Мы это знаем. Вы напали сзади. Вы хотели ее убить. Нет. Я только хотела, чтобы она не сообщала в полицию. Я не хотела ее убивать. Клянусь, это правда. Я увидела ее на земле и решила, что она мертва. и бросила ее в реку. Ты ее убила. Вы накачали наркотиками, Жереми. Спрятали телефон Анаис в его машине. Я не хотела убивать. Мне очень жаль. Жиль, ключ от второй камеры. Месье Мадерос. Мы закончили. Он сознался. Это была студентка. Она сдала экзамен обманом. Анаис хотела заявить. И из-за этого она ее убила? Значит, это было не из-за ее работы. Нет. Причиной был экзамен. Даже если бы вы дали ей денег, это ничего не изменило бы. Вот. Мы нашли это у вашей дочери. Я подумала, что он вам дорог. Жиль, проводи, пожалуйста. Дусе хочет вас видеть. По поводу Сары. Давай. Садись. Садись. Я ее попросил каждый день записывать свои впечатления, чтобы потом обсудить. Полицейский действует на грани закона, потому что имеет дело с преступниками. Цель не оправдывает средства, но ради правды этим можно иногда поступиться. Читай последнюю. Это лучшее. В конечном счете, каждый отвечает перед собой. Она очень наблюдательна. Точный, верный вывод. Она поняла, что ты объективен. Даже во время допроса. Ты знала о допросе Берье? Кадер. Это мое отделение полиции. Рад, что ты довольна. Я возле машины. Можешь выйти? Ничего, что поздно. Это приказ сверху. Что за история? Опять какая-то шутка? Ты хотела увидеть нашу работу ночью. Не будет ни трупов, ни преступлений. Только особые места. Мои места. Это Дусе сказал? Он согласен? В конце концов, каждый отвечает перед собой. Угостишь шаурмой? Включай музыку. Продолжение следует... Алло, папа, это я. Перевод Ольги Першиной, озвучка проект WebMoney. Субтитры создавал DimaTorzok